Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Люди говорят, федеральная власть стала, возможно, больше, чем когда-либо. Но вообще-то оно, федеральное правительство, самый большой работодатель в мире. Ничего и близко не сравнится ни Гугл, ни Амазон, ни коммунистическая партия Китая, никто. Кто? Сколько людей работает на правительство Соединенных Штатов? Давайте скажем так, есть более ста стран в мире, у которых все население, то есть каждая мужчина, женщина и ребенок, меньше, чем федеральных работников. Целые страны. И их много. Другими словами, правительство США поразительно огромное, беспрецедентно, даже в исторических масштабах, циклопических размеров. Так что же все эти люди, которые там работают, делают целыми днями? Что ж, это хороший вопрос. Вообще-то никто особо не знает, включая самих сотрудников. По сути, федеральное правительство — это загадка, оно расширяется бесконечно, как и вселенная, заставляет почувствовать себя маленьким, если задуматься, может, в этом и цель. Хорошо, что наше правительство время от времени делает что-то, что вы можете, в принципе, понять. Это произошло недавно, когда Джо Байден подписал закон о снижении инфляции стоимостью в 750 миллиардов долларов. И что же делает закон о снижении инфляции? Да ладно, что непонятного? Ответ прямо в названии. Закон о снижении инфляции — это закон, уменьшающий инфляцию. Это закон, уменьшающий инфляцию. И это хорошие новости, так как инфляция уж точно проблема, и вообще-то избиратели говорят, что это их главная проблема. Так что Конгресс решил ее снизить. Так и делаются дела в Вашингтоне. Вы определяете проблему, а потом принимаете закон, делающий ее нелегальной. Вот так просто, проблема решена. Вам слишком жарко этим летом? Не проблема, просто пусть Конгресс напишет закон, запрещающий высокую температуру. Такова, по сути, наша политика по изменению климата, и, как мы знаем, она работает. Наука уже это определила, не отрицайте. Теперь Конгресс решил поступить так же с инфляцией. Просто прикажите ей снизиться. Представьте себе, как перепугается инфляция, когда обнаружат, что была снижена всемогущим Конгрессом. Постойте, скажет она в ужасе. Вы приняли закон о снижении инфляции? Ладно, хорошо, я сдаюсь. Бензин теперь доллар пятьдесят за галлон, гамбургеры по два бакса за фонд. Простите за высокие цены. Именно это обещает этот закон. Но в реальной жизни многих людей все еще интересует, как это будет работать. Хиллари Вонс, Фокс заинтересовалась этим, так что вчера она связалась с сенатором Джо Манчином в Западной Вирджинии. Манчин — это тот самый человек, чей голос сделал этот закон возможным. Действительно ли закон о снижении инфляции снизит инфляцию? Спросила она. Вот как Джо Манчин ответил. Когда касаемся инфляции, не является ли это введением в заблуждение американцев называть это законом о снижении инфляции, когда он не сделает их покупки дешевле? Он не сделает их ежедневные товары дешевле, по крайней мере, сразу. Ну, сразу нет. Мы никогда не видели, чтобы что-то происходило тот час, как при нажатии кнопки. Итак, как правильно указала Хиллари Вон, закон не сделает все дешевле тот час. Другими словами, он не уменьшит инфляцию. Но Джо Манчин и не отрицает этого. Его это не волнует. По сути, его ответ был «А с чего бы?» Ну, потому что ты сказал нам, что снизит. Ты лживый мелкий негодяй. А потом ты напечатал еще 750 миллиардов долларов фейковых денег, что исторически всегда и было причиной инфляции. Печатание всех этих фейковых денег. Так в чем же вообще плюсы этого закона? Джо Манчин не сказал. Конгрессмен Джейми Раскин из Мэрилэнда тоже не смог объяснить. Посмотрите. Я знаю, что те, кто обвинял президента Джо Байдена в росте инфляции, теперь хвалят президента Байдена за снижение инфляции. Так что мы уже двигаемся в правильном направлении. А как вы думаете, какие конкретно положения закона сработают быстро? Следующий вопрос. Я Джейми Раскин, я скажу что угодно. Какие конкретно положения закона действительно снизят инфляцию? Следующий вопрос, сказал Раскин. И он это правда сказал, вы только что видели. Другими словами, вы поймали меня на лжи, а мне плевать. Прочь, чернь. Итак, оказалось, и мы вынуждены вас разочаровать, что закон о снижении инфляции является классическим примером введения в заблуждение. Представляете, купить бутылку с наклейкой шампунь и обнаружить, что это очиститель для труб. Вот типа этого. Что ж, если что-то мы и можем узнать из этого так называемого закона о снижении инфляции, это что в Вашингтоне слова больше не имеют никакого смысла. Империя официально вошла в свою фазу постмодерна, когда больше нет никакой связи между звуками, которые выходят изо рта наших властей и наблюдаемой физической реальностью. Конгресс точно так же мог назвать это законом о вечном счастье. Почему бы и нет? Это возможно название их следующего закона с подписью Байдена. И мы только за, потому что мы давно уже ждем, когда Вашингтон запретит грусть. Не то чтобы Джо Байден обдумывал этот закон или даже заметил его, Байден не особо улавливает значение слов в последнее время. Байден определенно уже за рамками даже грамотности. Вот как он подписывал свой недавний законодательный триумф. Окей. Вот так, теперь это закон. Окей. Вот так. Они могли положить ему на подпись что угодно, говоря, этот парень вообще не понимает, что делает. Потому что не понимает, и это уже слишком очевидно, это потерянный взгляд облегчения. Пехотинцы из-под Вирдена выглядели менее контуженными, чем Байден сейчас. Но остается вопрос, что в этом законе? Что ж, посмотрим, Вы будете рады узнать, что этот закон о снижении инфляции включает 3 миллиарда долларов на покупку почтой США новых почтовых электрофургонов. Зачем Вашему почтальону нужен электрофургон? Никто это не объясняет, но Ваш почтальон его получит, а Китай станет еще богаче с батареей на эти электрофургоны, которые он делает. Как-то так. Потом еще 3 миллиарда долларов, выделенных на список грантов для чего-то под названием «Экологическая справедливость» под надзором EPA, которая раньше надзирала за экологией, но теперь занимается справедливостью. Экологическая справедливость получит 60 миллиардов долларов в этом законе, что прекрасно, если Вы занимаетесь экологической справедливостью. Но остальным из нас интересно, а что это вообще такое? Что ж, согласно закону, и мы цитируем, «Содействие участию малоимущих сообществ в консультативных группах на местном и федеральном уровне, семинарах, нормотворчестве и других общественных процессах». Окей. Звучит непонятно, а также недешево. Всего только одна EPA получит более 40 миллиардов долларов по этому закону, включая 30 миллиардов на так называемые малоимущие сообщества. Кто это? Ну, они не особо определенные. Люди, голосующие за Джо Байдена. Что это на самом деле означает, что EPA будет распространять больше политики идентификации и расовой ненависти? Вам это еще не надоело? Белому дому Байдена точно не надоело. Для контекста, чтобы показать вам, насколько они за все это, общий годовой бюджет EPA сейчас составляет около 10 миллиардов. Что ж, это немало денег, идущих на равенство и малоимущих. И, конечно же, все зависит от определения. Итак, кто же определяет, что малоимущие? Малоимущие сообщества. Что ж, это будет начальник EPA. Парень по имени Майкл Рейган. Это парень, которому сильно за 40, и у которого за всю жизнь не было настоящей работы. Никогда не работал на какой-либо реальный бизнес. Но у него есть приоритеты, и чтобы дать вам хоть как-то понять, какие они, мы расскажем, что он сказал Дейли Шоу в этом году, и мы цитируем. Все, что я делаю в EPA, проходит через линзу экологической справедливости. Договора о закупке, качество воздуха, воды, вопросы с землей начинаются с «Защищаем ли мы меньшинство?» Те, у кого не хватает политического представительства и кто годами не имел места за столом. Конец цитаты. На самом деле это распространение расовой ненависти, как и практически все, что они делают. Они называют это равенство. Это не про защиту экологии. И если вас беспокоит экология, то присмотритесь повнимательнее. Кто-нибудь отслеживает химикаты в воде? Нет! Мы заняты проведением семинаров за миллиарды долларов с малоимущими сообществами. Точно. Итак... Это, может, не особо помогает экологии, но уж точно не уменьшает инфляцию. Снижение инфляции — это не то же самое, что защита политически непредставленных групп. Которые, конечно, базовы для Джо Байдена. 81 миллион проголосовавших за него. Вот о чем на самом деле этот проект. Поощрение его избирателей. Что включает почти каждого бюрократа в Вашингтоне. Конечно же, у них все хорошо по этому закону. До тех пор, пока они обещают тратить на равенство, как бы они его не определяли. 25 миллионов долларов выделено счетной палате на определение, цитата, направлены ли экономические, социальные и экологические фонды, описанные в этом параграфе, на равенство. Закон также говорит о 10 миллионах долларов, направленных на комиссии равенства в сельхозминистерстве для борьбы с расизмом. Другими словами, создавать расизм. Вообще-то, со времен германского правительства, 80 лет назад, ни одно правительство не обращало столько внимания на генетику людей. И почему-то этого никто не замечает. А мы замечаем. Более 2 миллиардов на управление общего обслуживания. Что-то под названием «Руководящий совет по улучшению выдачи разрешений» получит 350 миллионов. Бюро по делам индейцев получит 220 миллионов. Управление по связям с коренными гавайцами получит 23 миллиона. И заплатит не только бюрократам. Миллиарды долларов на налоговые льготы. Кто их получит? Спонсоры Джо Байдена! Конечно же! Не вы! Вы в прямых инвестициях? Конечно нет. Так что ничего не получите. Байден вчера описал эти льготы. Закон о снижении инфляции инвестирует 369 миллиардов долларов для предпринятия самых агрессивных действий когда-либо для противостояния климатическому кризису и укреплению нашей экономики и энергобезопасности. Он даст возможность семьям рабочих сохранить тысячи долларов, давая им скидки на покупку новой и эффективной техники, на утепление домов. Даст налоговые вычеты за покупку тепловых насосов и солнечных батарей, электроплиток и печей, сушилок. Итак, вы смотрите на него и понимаете, что, возможно, они выдвинут его еще раз, так как его даже не существует. Он просто проводник, через который они меняют Америку. Он не понимает, что он говорит, он читает с листа, он, похоже, не в себе и не опасен. Для вас это унизительно. Вы спрашиваете, а что его жена об этом думает? Это так унизительно и подло. Это жестоко так поступать с ним, накачать его наркотиками и заставить читать чей-то текст. Но если вы пытаетесь быстро изменить страну, то вам это очень даже нужно. Конечно же, они выдвинут его еще раз. Друзья, напоминаю, что этот канал также существует на Яндекс.Дзен. Приглашаю вас подписаться и там, хотя бы потому что... Выпуски на Дзене выходят на целый час раньше, чем здесь. И не забывайте, что поддержать проект и его команду вы можете на спонсор.ру. Все ссылки в описании и закрепленном комментарии. Возвращаясь к закону, НКО по имени Перепрошивка Америки, которая поддерживает этот закон, решила определять, сколько денег американцы имеют право получить по закону об уменьшении инфляции на основе почтового индекса дохода статуса налогоплательщика. Итак, согласно перепрошивке Америки, женатая пара в Сан-Франциско со средним доходом 120 тысяч долларов будет иметь право на где-то 12 тысяч долларов налогового вычета. Но согласно той же группе, такая же семья из трех со средним доходом в Йонгстоуне, Огайо, например, будет иметь право только на 81 доллар вычета. Ууу, довольно странно. То есть парни из среднего класса кидают, пока люди с доходом в 120 тысяч в Сан-Франциско преуспевают. Хорошо. Итак, большинство американцев со средним доходом будут иметь право на сбережения только если захотят пойти и потратить тысячи долларов на вещи типа тепловых насосов, водонагревателей, электроплиток или закрытых сушилок с тепловым насосом. Ага, и ничего из этого нормально не работает. Но проблема в том, что все эти налоговые вычеты для избирателей Джо Байдена повысят инфляцию. То же самое случилось с обучением в колледже, когда государство его субсидировало. Оно стало гораздо дороже! Идеально! И это уже началось. Как сообщает Washington Examiner, производители электромобилей теперь повышают цены на свои машины, так как так называемый закон о снижении инфляции включает 7500 долларов налогового вычета за электромобили. Цитата. В преддверии закона о снижении инфляции, увеличивающего налоговый вычет до 7500 долларов за покупку нового электромобиля или гибрида, Ford и GM анонсировали увеличение цены на ту же сумму, понимаете? Итак, государство возвращает вам ваши же деньги для покупки товара, а затем производитель товара повышает цену на тот же товар на ту же сумму. О, так это субсидирование их, а не сбережение для вас. На прошлой неделе Ford анонсировал повышение цен от 6000 до 8500 для большинства линеек F-15 Lightning электромобилей, а General Motors поднял цену на свой электрохаммер на 6250 долларов в прошлом месяце. Что это вообще такое? Они не хотят на это отвечать, так как единственно возможный дефляционный момент в этом законе — это повышение налогов, что, вероятно, не лучшая идея, когда у вас рецессия. Но наше правительство не собирается урезать расходы и печатать деньги, так что вместо этого решила забрать деньги у вас. Это классика, правда? Итак, ты печатаешь денег сколько хочешь, так как владеешь резервной валютой. И когда инфляция повышается, ты просто пытаешься изъять их из системы через налоги. Это современная монетарная теория. Погуглите. Согласно бюджетному управлению Конгресса, этот закон обойдется среднему классу в 20 миллиардов долларов в год в виде налогов. Объединенный комитет по налогообложению заключил, что из-за этого закона 61% налогоплательщиков с доходами от 40 до 50 тысяч столкнутся с повышением налогов. С ними столкнутся 91% с доходами от 75 до 100 тысяч и 97% с доходом от 100 до 200 тысяч. Итак, если вы зарабатываете 100 тысяч в Арлингтоне, в Вирджинии, то вы богач? О, нет. Вы едва выживаете. Итак, оказалось, что Байден лжет. Еще вчера он сказал, что никто, зарабатывающий менее 400 тысяч долларов в год, не столкнется с ростом налогов. Смотрите. И я сдерживаю предвыборные обещания. Никто. Я подчеркиваю, никто, зарабатывающий менее 400 тысяч долларов в год, не заплатит ни на пенни больше налогами. Народ. Да, ни на пенни больше, в смысле, вы не можете его винить, он просто манекен. Но тот, кто писал это, знал, что он врет. Есть также группа американцев, которая не будет платить больше по этому закону, и это спонсоры Байдена, богатейшие люди страны. Благодаря поддержке Демпартии от хеджфандов, и ее немало. Мир прямых инвестиций. Последняя версия этого закона оставляет лазейки для эксплуатационных затрат в налоговом кодексе. Это значит, что люди, работающие в финансах, разных видах финансов, могут сообщать о своих доходах, как об издержках, и платить в половину от того, что платите вы. Никто не может оправдать такую политику. Она неоправдываема. Даже те, кому она выгодна, не оправдывают ее. Им стыдно. Они, конечно, получат выгоду, но это афера, и все это знают. И она остается в нашем кодексе, так как они заплатили сенаторам-демократам из Аризоны и многим другим. И если все еще непонятно, закон дает АРС еще 80 миллиардов долларов для найма 87 тысяч аудиторов. И что же будут эти аудиторы, эти вооруженные аудиторы из АРС, делать с таким несправедливым кодексом? Правда в том, что когда у вас такой несправедливый кодекс, и с каждым годом несправедливость растет, то вам нужно нанять вооруженных бандитов, чтобы заставить людей подчиниться, так как иначе они не будут. 87 тысяч новых вооруженных агентов АРС. Много ли это? Ну, для понимания, у АРС сейчас около 78 тысяч. Всего. Итак, этот закон сделает АРС крупнее, чем армия Италии. Так же армии Филиппин. Так же Англии. Что? Спасибо, Джо Манчин. И что же все эти агенты будут делать? Ну, мы не знаем, но у нас есть обучающее видео АРС. Смотрите. В дополнение к бухгалтерии, мы еще и офицеры-силовики, что довольно интересно, так как многие спецагенты, работающие на АРС, пришли не из силовых структур. Мы делаем то же самое, что и другие силовики. Всякое случается. Мы должны уметь отреагировать, так что мы должны быть готовы. Ну, мы учим наших агентов стрелять из оружия, суметь выстрелить. Мы учим их защитным тактикам и способам самозащиты, и также защиты других. Так что они проходят через все обучение, чтобы они могли не только анализировать записи, но и включали в себя силовые компоненты. Итак, в настоящей демократии агентов АРС учат быть вежливыми. Но при Джо Байдене агентов АРС учат, цитата, стрелять. Разве это не война против населения страны?